Очаровательно выглядит Загорянский культурно-досуговый центр. Здание иллюстрирует историю поселения. Построено порядка ста лет назад и поддерживается в хорошем состоянии. Ведь здесь расположено более десяти творческих и музыкальных кружков, а также библиотека. С рабочим визитом центр посетил депутат Мособолдумы Владимир Шапкин. Здесь у нас классы. Сейчас будут занятия. Здравствуйте. Здравствуйте. С детишкой. Да, да. Сейчас педагог. Сейчас уже один мальчик пришел. Сейчас три часа. Будущие художники? Да. Как? Нравится рисовать? Детей много ходит. 18 человек, которые сегодня пришли. Это вот только на рисовать? Да, рисовали. Парламентарий осмотрел помещение, где проходят занятия по рисованию, прикладному творчеству, обучению игре на музыкальных инструментах. Посетил библиотеку. Здесь недавно были установлены новые стеллажи на средства, выделенные из депутатского спецфонда. Владимир Шапкин отметил, что учреждения сферы культуры и досуга действительно востребованы в поселении и, соответственно, нуждаются в развитии, в том числе увеличении площадей. Нам нужно готовиться на перспективу. Может быть, сегодня рано говорить о том, что мы завтра сделаем вот это, вот это, новое здание досугового центра, физкультурно-оздоровительный комплекс. Ну, к этому надо готовиться. Начиная от подготовки земельного участка в полном объеме, вхождения в программу, подбор типового проекта, найти источник финансирования. Также депутат посетил детскую школу искусств имени Розума. Более 400 ребят здесь обучаются игре на различных музыкальных инструментах и вокалу, театральному искусству и хореографии. Владимир Шапкин отметил, что большое внимание в школе уделяют, в том числе и вопросам безопасности. Планы эвакуации и кнопки тревоги размещены на каждом этаже. Пульт управления соответствующими системами оснащен всем необходимым. Здесь также установлено новое. Сейчас мы перешли на новую кнопку КТС, которая обслуживает нас будет Роза Гвардия с 1 апреля. И мы здесь видим по обстановке, что это было изначально сделано. Все по безопасности. Сегодня все элементы отработаны. Хотелось бы здесь пожелать одного, чтобы этого никогда не пригодилось.